МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие только знаменитости раньше не ходили через эту калитку. А сейчас ни звонка, ни домофона закрыто. Хозяева! Да, судя по всему, нет здесь никаких хозяев. Идет ремонт. А что там за забором? Кто там живет? Что там происходит? Чтобы приоткрыть завесу тайны, которая окутывает сегодня эту подмосковную дачу, мы воспользуемся современной техникой. Вот оно что! Участок, похоже, обрел новых хозяев. И в доме идет ремонт. Его нелегко узнать, хотя колоннада сохранилась. Здесь и раньше не жаловали незваных гостей. Хозяева этой дачи любили тишину и уединение. Им нравилось проводить время вдвоем. Когда-то за этим забором жили Любовь Орлова и Григорий Александров. Актриса и режиссер. Самая знаменитая пара отечественного кино. Она – главная героиня всех его фильмов. Он всю жизнь оставался в тени ее невероятной славы. Любовь Петровна – это, может быть, была единственная советская актриса, которой в полной мере можно сказать, что вот она была звезда. Все ее героини были лет на 15, моложе, чем она сама. И мне никогда не будет больше 39 лет ни на один день. Жизнь актрисы была похожа на праздничную открытку с позолотой и пожеланием большого счастья. Но у этой открытки была и другая сторона. Темная, мрачная, закрытая для посторонних глаз. Она оказалась алкоголичкой. И алкоголичкой достаточно тяжелой. Готовлюсь к съемкам. Очень много мистики связано с картиной. Любовь Петровна ко мне пришла, должна вам сказать, на третий где-то съемочный день во сне. И было ощущение, что разрешила. Почему Любовь Орлова не выносила яркого света и всегда ложилась спать в одиночестве? Какие мужчины добивались ее? Почему Орлову называли любимой женщиной вождя? Сталин в нее был влюблен. И очень. И это была жизнь на острие. Весна 2014 года. Съемки телесериала «Орлова и Александров» в самом разгаре. Звезду советского кино «Любовь Орлову» играет Олеся Судзиловская. Ранним утром она приезжает на съемочную площадку. Я вышла из машины, у меня из пальца капала кровь. Причем дырка была такая очень круглая, как будто сделанная шилом. Остановить ее было очень долго невозможно. К острым предметам Судзиловская перед этим не притрагивалась. Но самое поразительное в том, что именно в этот день снимали сцену из реальной жизни Орловой. 52-й год. В доме культуры одного из провинциальных городов Любовь Петровна встречается со зрителем. После концерта любимой артистке дарит скромные букеты полевых ромашек, васильков, гвозди. И тут в зале встает молодой человек с букетом каких-то странных, удивительных цветов. Это черные розы. Таких не только зрителей. Даже Любовь Петровна никогда не видела. Он поднимается на сцену. Орлова с благодарностью принимает букет. И тут же, прямо на сцене, падает без сознания. Уколола палец. И якобы она была смертельно отравлена. Какие силы стояли за этим покушением? Почему главную кинодеву страны пытались убить? По одной версии, это был заговор украинских националистов, которые собирались планомерно уничтожать известных советских ученых, писателей, артистов. По другой, покушение совершил психически больной человек. Есть и третья версия. Страшный приказ отдал Лаврентий Берия. Он люто ненавидел звездную чату. Слишком уж явно Орлова и Александров презирали могущественного руководителя советских спецслужб. Член ЦК Берия у аппарата. Они уж больно слишком высунулись без его разрешения. А ему нравилось, чтобы все высовывались с его разрешения. Виновников этого преступления так и не нашли. Или не искали. А любовь Орлова чудом выжила. Каким образом ее спасли и кто был инициатором этой истории, вот это наше домыслие. То, что она была отравлена, тому ей свидетельство, это реальный факт. После покушения Орлова всю жизнь смертельно боялась скопления людей. Не принимала подарки от незнакомцев. А когда ее автомобиль проезжал сквозь толпу, она ложилась между сидениями. Однако спрятаться от народной любви удавалось не всегда. Выходила, ее на руках, несли из машины. Ну, это обо всех рассказывали. Я Русланова, я об Орлове. Миллионы поклонников актрисы, разумеется, не знали о том, что близкий друг Орлова и Александрова, великий Чарли Чаплин, не раз говорил ей. Люба, ваше место в Голливуде. Любовь Петровна – единственная советская актриса, которая в полной мере была звезда. Вот в таком даже, я бы сказал, не советском, а в голливудском понимании. 1932 год. Московский музыкальный театр. Спектакль «Перекола». Главную героиню играет Любовь Орлова. Первая большая роль на сцене. До этого она была всего лишь артисткой кардебалета. Среди зрителей – высокий молодой человек. Он покорен ее легкостью, великолепным голосом и неистово аплодирует новоиспеченной солистке театра. После спектакля неизвестный молодой человек с шикарным букетом цветов и коробкой заграничных конфет в советском магазине «Такой не купишь» направился к гримерке Орловой. Можно? Молодой человек сразу начинает рассыпаться в комплиментах. На сцене вы волшебные. Какой талант! И потом, как будто случайно, роняет цветы к ее ногам. И, смущенно извиняясь, только потом представляется. Григорий Александров, кинорежиссер. Однако, есть совершенно иная версия их первой встречи. Александров вовсе не восторгался ее талантом в гримерке. Он и на спектакле-то не был. И более того, об опереточной артистке Орловой даже не слышал. А она, наоборот, знала, что молодой режиссер собирается снимать новый фильм. И очень хотела получить в нем роль. После спектакля вести его к себе домой и раз одним махом решай все вопросы. И тут начинаются маленькие женские хитрости. Александрова приглашает в гости ассистент режиссера Лидия Степанова. Симпатичная девушка с озорным характером. Хохотушка. Александрову такие нравятся. Он прихватил с собой бутылку вина и явился в назначенный час. Конечно, предвкушает приятный вечер. И в этот момент он видит на диване красивую незнакомку. Любовь Орлова. Артистка, представляется она. И тут Лидочка заявляет, меня срочно вызывают на студию. Я должна оставить вас вдвоем. Когда через два часа хозяйка дома закончила свои дела и вернулась, Любовь Петровна подошла к ней и сказала, Лидочка, ты не представляешь. Григорий Васильевич предложил мне сняться в своей новой комедии. И ты знаешь, я согласилась. Потом было второе свидание, после которого Орлова призналась близкой подруге, что влюблена без памяти. Статный атлет, чемпион Москвы по плаванию. Железная мускула. В молодости Александров был цирковым акробатом. Он акробат, и я акробат. Он был таким всегда спортивным. Он спортивным был, пижонистым при этом. Любил модные вещи из Америки. Два года он провел за границей. В Германии, Америке. Вместе со своим другом и учителем Сергеем Эйзенштейном. Александров был ассистентом знаменитого режиссера, когда тот снимал броненосец «Потемки». Эйзенштейн привез из заграничного путешествия один чемодан, в котором лежал плащ и костюм. Все остальное – сумки с книгами о кино и театре. Зато у Александрова было пять чемоданов, битком набитых самой модной одеждой в США и Европе. А еще три чемодана с обувью. Целый день Александров трудился, расставляя и развешая все это великолепие у себя дома. Все для того, чтобы вечером эдаким пижоном пройтись по Тверской, а вслед ему будет нестись. Ишь, какой франт! Наверное, иностранец, а может быть, шпион. Но чаще всего вслед ему неслось женское. Ах, какой красавец! Голос у вас такой! И взгляд тоже! В самое сердце он все прожигает. Ботиночки, штиблеты, галстук, куртка. Всегда он был одет с иголочкой. Орловой было тогда уже за 30. Пара трольк-ролей в немом кино 20-х годов, опереточный кан-кан, малоизвестная рядовая артистка – одна из многих. И возраст для творческого взлета уже не самый подходящий. На последнем пределе Александров ее поймал, и этот союз состоялся. И за счет этого мы получили вот эту великую звезду Орловой. Но это будет позже. А в начале 30-х коллеги по сцене сторонились ее. Знали, что Люба на крючке ОГПУ. Жена врага народа. С Андреем Берзиным она познакомилась в начале 20-х. Тогда Орлова подрабатывала тапером в синематографе. На одном из сеансов заместитель наркома земледелия Берзин обратил внимание на молодую красавицу. Она лихо играла вальсы и румбы на стареньком пианино. После сеанса галантный ухажер уже поджидал Орлову с огромным букетом цветов. А уже через пару недель после первой встречи он объяснился в любви и сделал предложение руки и сердца. Любочка не испытывала к будущему мужу никаких страстных чувств. Однако понимала, что он единственный шанс вырваться из отчаянной нищеты. И она этот шанс не упустила. До встречи с Берзиным Люба жила вместе с отцом, матерью и сестрой. Уже став знаменитой, Любовь Петровна всегда писала в анкетной графе происхождения и служащим. Ее биографы подтверждали, она родилась в простой интеллигентной семье. Была родственница князя Орлова или графа Орлова. И считалось даже, что в ее жилах текла и царская кровь. По отцу актриса действительно была дальней родственницей князей Орловых. По материнской линии графов Толстых. Лев Николаевич даже подарил ей книгу. Это была его повесть «Кавказский пленник» с надписью «Любочки Толстой». Навещал Орловых и знаменитый певец Федор Шаляпин. Но чаще маленькая Люба Орлова гостила в его большом доме. Однажды пятилетняя Любочка так расшалилась в гостях, что ненароком разбила дорогую антикварную вазу. В дребезге слезам не было предела. И тут в комнату входит Шаляпин. Он сразу все понимает. Хватает вторую вазу и бьет ее о пол. Со словами «Но теперь мы оба виноваты одинаково». Любочка сразу успокоилась. Как-то раз Шаляпин услышал, как Любочка напевает старинный русский романс. Шаляпин поднял ее на руки и сказал, что это будет великая актриса. Вот между этим моментом и когда она стала великой актрисой прошло 25 лет. Но в начале 20-х Люба таскала из подмосковного крестьянского подворья огромные бидоны с молоком. Семья бедствовала. Ежедневного заработка хватало на пол буханки хлеба и пару луковиц. И поэтому, когда в жизни Любовь Петровна возник чиновник, высокий чиновник, Берзин был заместителем наркома земледелия, то Любовь Петровна ответила взаимностью. Она вышла замуж за Берзина и началась спокойная, сытная жизнь. Пайки с невиданными в полуголодной стране продуктами, государственная дача, заграничные наряды. Сказка закончилась в одночасье. Берзина арестовали в 30-м году. За ним пришли, как и за всеми. Ночью. Казалось, глухие шаги слышны были по всему дому. Затем стук в дверь. Несколько минут Берзин не открывал дверь. Он сжег какие-то бумаги в туалете, в тазу. И пока они не прогорели, он не сдвинулся с места. После этого он сбежал в комнату, бросил на стол пачку купюр со словами «Люба, спрячь получше, может быть, на первое время хватит». И потом пошел открывать дверь разъяренным людям в штатском. Ему тут же заломили руки и отправили в машину. Страх от пережитого в ту ночь преследовал Любовь Петровну всю жизнь. Каждый день она ждала, что вслед за мужем арестуют ее дома или прямо в театре. Когда арестовали первого мужа Берзина, Орлова после каждого спектакля в оперете приходила домой и запиралась на ключ. Потом обязательно следовал домашний ужин. На столе была водка, портвейн. Орлова пила. Причем пила много. Но что удивительно, к вечеру следующего дня она каким-то чудесным образом приводила себя в порядок. И на спектакль выходила, как ни в чем не бывало, не пошатываясь и не смущая партнеров запахом алкоголя. Так продолжалось вплоть до встречи с Александровым. Готовлюсь к съемкам. Ну не пей. Козленочком станешь. Я уже встала. Козой. Она оказалась алкоголичкой. И алкоголичкой достаточно тяжелой. Александров ее вылечил. Между веселыми ребятами и цирком. То есть в цирк она уже шла здоровая. Медиков к этому лечению Александров не привлекал. Режиссер быстро понял, какая сила воли и какая жажда славы у его избранницы. Плакать не могу. Давайте, давайте. Соберите и поднимите. Не выключай свет еще раз. Сказал, хочешь оказаться внизу на помойке пей. Хочешь идти со мной наверх не пей. В 34-м закончились съемки первой кинокомедии Александрова «Веселые ребята». Нарком просвещения РСФСР Андрей Бубнов приказал картину к прокату запретить. Внесите возмутительное поведение режиссера в протокол. Фильм джаз-комедия не может быть разрешен к показу. Так и запишите. Выходки каких-то джазовых кривляк чуждые советскому человеку. И закончилась бы так и не начавшись карьера Орловой и Александровой. Но фильм показали Сталину. Радал от смеха, смеялся, потом встал и сказал, как будто я в отпуске побывал. Сказал, разрешите. А кто запрещал? Первый большой успех Александровой и Орловой в творчестве. На его волне состоялась и свадьба. Проживем 100 лет. Я знаю. Но был после премьеры веселых ребят и большой скандал. Александров вдребезги разругался с Утесовым. Перед началом съемок он клятвенно обещал певцу. Легко на сердце от песни веселой. Роль веселого пастуха Кости Потехина будет главной. К началу 30-х Утесов уже был знаменитостью. Его приятельские отношения с лучшими сценаристами, композиторами, поэтами, страны пригодились начинающему режиссеру. Многие не знают Леонид Осипович выступил как один из первых продюсеров веселых ребят. И он собрал всю эту замечательную команду и Дунаевского, и сценариста Эрмана, и Лебедева Кумача. Когда Утесов посмотрел веселых ребят, его возмущению не было предела. Александров так смонтировал фильм, так расставил акценты, что вовсе не Утесов, а Любовь Орлова стала самым ярким персонажем картины. Окончательно артист разозлился, когда пришло время наград. Александр получил орден Ленина, Любовь Петровна получила звание заслуженной артистки Советского Союза, и единственный Леонид Осипович получил лейку, фотоаппарат за все, то, что он сделал. Обида осталась на всю жизнь. Александров больше никогда не снимал Утесова. После успеха веселых ребят в коридорах Кремля шепотом заговорили. Товарищ Сталин очень уж благосклонен к артистке Орловой. Это был еще один крутой поворот в ее судьбе. Поздний вечер. Орлова и Александров возвращаются домой после съемок. Устали, конечно, хочется отдохнуть. И тут телефонный звонок. Александров раздраженно бросает плащ, хватает трубку, но сейчас я им покажу. Сейчас они меня узнают, как людей беспокоит. Да, Александров слушает. И в этот момент его зычный голос вдруг срывается на шепот. Звонят от товарища Сталина. Просят срочно приехать. Машина у подъезда. Орлова отвечает, ну так скажите им, что мы выезжаем. Да, да, хорошо. Они просят приехать только вас. Орлова и Александров все время обращались друг к другу на «вы», даже без посторонних. Сталин в нее был влюблен и очень. И это была жизнь на острие, когда Александрову прямым текстом говорили, что ты снимаешь кино только потому, что Сталин ее любит. Однажды на торжественном приеме здесь, в Георгийском жале Кремля, Сталин подошел к Орловой и Александрову. Вождь был в хорошем настроении и улыбался в усы. Любочка, что-то вы плохо выглядите. Товарищ Александров, если будете перегружать жену работой, мы вас расстреляем. Шутка. Александров попытался улыбнуться и ответил что-то бессвязное. По спине его бежал холодный пот. Когда режиссер вернулся из Кремля домой, он тут же собрал арестный чемоданчик со сменой белья и зубной щеткой. Так, на всякий случай. Однажды за Григорием Васильевичем и вправду приехал Черный Воронок. Любовь Петровна тут же бросилась звонить Сталину. Вот когда пригодилась связь с Кремлем. Александров сам рассказывал, что Любочка позвонила Сталину и на въезде в Москву стоял пост. Вот с этого поста их развернули. То есть в Бере были порывы арестовать. И действительно настал день, когда пришлось снова достать этот чемоданчик из кладовой. Это был 41-й год. Начало войны. Александрова забрали ночью. Посадили в машину с зашторенными окнами. Куда-то повезли. Дозвониться до Сталина Орловой на этот раз не удалось. Режиссер был уверен, это арест. Его конвоируют на Лубянку и уже готовился к худшему. Его долго вели по каким-то полутемным коридорам и лестницам. За спиной два конвоира. Чего только он не передумал в эти минуты. Тут перед ним открылись двери и он увидел Сталина, Молотова и Бирию. Понял, что это Кремль. Сталин мрачно произнес «Вы ведете переписку с иностранцем в военное время. За это вам полагается расстрел». Александров мысленно попрощался с жизнью. Но тут Сталин улыбнулся и сказал «Шучу, ваш друг с Аказией прислал письмо Соединенных Штатов. Его привез госсекретарь США. Вот оно. Читайте». Александров негнущимися пальцами долго открывал конверт. В нем было всего несколько слов. «Война на пороге вашего дома. Переживай за вас, мои дорогие». Чарльз Спенсер Чаплин. Сталин разрешал Орловой такие вольности, о которых даже самые приближенные к вождю люди не могли и мечтать. Вместе с Александровым она часто бывала за границей. Роскошная по тем временам квартира в Москве. И не только. «Они же купили квартиру в девятом квартале, это около Булонского леса в Париже». Их дача в Подмосковье это отдельная история. «По этим тропинкам среди вековых елей и дубов любили побродить Орлова и Александров. Начиная с конца сороковых годов они жили именно здесь. И тут было им где разгуляться. Целый гектар леса недалеко от поселка Внуково в подарок самого Сталина в звездной чете». В конце тридцатых годов знаменитый шведский архитектор построил здесь большой дом. «Этот коттедж в общих чертах повторяет уют коттеджа американской звезды, не советской звезды. А главное, что у нее был камин». Деньги на строительство дачи Любовь Петровна тоже собирала не по-советски. Летом 1938 года газета «Советское искусство» публикует статью под заголовком «Недостойное поведение». В ней говорится «Знаменитый артист, орденоносец Орлова требует за свои концертные вечера огромное просто невиданное вознаграждение». «Когда они строили дачу, ей нужно было там срочно внести какую-то сумму денег, и она свой гонорар увеличила с 750 рублей до 3000, в другой раз до 4000. Это дошло, и появилась статья». Номер с разгромной публикацией выходит утром 10 июня. «Вечером того же дня в кабинете главного редактора газеты «Советское искусство Альтмана» раздался телефонный звонок. Алло. Он услышал голос секретаря Сталина Поскребышева. «Я звоню по поручению товарища Сталина. Ваша заметка про Орлову нанесла большой вред не только замечательной артистке, но и всему советскому искусству». Руки у Альтмана начали дрожать так, что он с перепугу бросил трубку на рычаги телефона и не услышал последней фразы. Соответствующие выводы, товарищ Альтман, уже сделаны. Соответствующие выводы – это отставка. Главного редактора с треском выгоняют из газеты, а Орловой дали «Зеленую улицу». Больше о ее гонорарах даже шепотом никто не осмеливался говорить. Возвращаясь из очередных гастролей, актриса устраивала маленький спектакль. Каждый раз один и тот же. Это был целый ритуал. Орлова оставила на столе посреди гостиной свой саквояж, который в семье называли концертный чемоданчик. К нему торжественной походкой подходил Александров. Щелкал замком. В нем оказывались деньги. Много денег. Это был гонорар за последние гастроли. Александров любовно вынимал пачки и к удовольствию Любовь Петровна приговаривал «Ах ты, голубушка, ах ты, кормилица, и что бы мы без тебя делали?» Орлова на свой дом заработала. Это, однако, не мешало ей годами создавать образы золушек по-советски, даже если в картине цирк это звучало с иностранным акцентом. Она была образцом женщины в советской стране, у которой все получилось, а значит, так получится у каждой, если захочет. Это была некая возможность увидеть мир, который скорее всего ты никогда не получишь, но тем не менее некая иллюзорная надежда, что он может быть, вот она надавала это. Сверкающие образы ее экранных героинь сводили зрителей с ума. Знали бы обожающие ее поклонники, как был страшен для этой яркой звезды даже обычный дневной свет. Очередные гастроли по стране. Для народной артистки приготовлен лучший номер в местной гостинице. С ней всегда следует помощник. Он всегда первым заходит в номер. В руках у него рулон плотной черной ткани. Первым делом он берет стремянку и завешивает все окна. Да так, чтобы ни один луч света не проникал. А потом он строго-настрого приказывает удивленному администратору, пока здесь живет Любовь Петровна, эти гардины не снимать. Об этой тайне знаменитой актрисы знали только самые близкие люди. У Орловой была светобоязнь. Каждая съемка в лучах прожекторов становилась для звезды тяжелым испытанием. Часто ее возили в больницу прямо со съемочной площадки. отлежавшись несколько часов она возвращалась и стиснув зубы выходила на площадку. Она всегда старалась выйти красиво из любой ситуации. В первых кадрах фильма цирк за ее героиней гонится толпа разъяренных расистов. Актриса убегает прижимая к груди темнокожего ребенка. Съемочных дублей было много. На одном из них она падает со своей размаху. Кукла летит в сторону. Александров бросается к жене. Ей очень больно. Колени разбиты в кровь. Юбка разорвана. Но она улыбается. Берет сверток с куклой и шутит. Ребенок ты жив? Давайте снимем еще дубль. Темнокожего сына героини фильма сыграл маленький Джим Паттерсон по отцу американец. Знаете, что мне сказала Любовь Петровна как-то? Она мне сказала Джим когда я вижу тебя то я вспоминаю съемки в кинофильме цирк и ощущаю тяжесть в руках. Однажды на съемках фильма цирк Любовь Петровна показала чудеса выдержки. По замыслу режиссера вместо огромного ядра из пушки в небо должна уйти сама актриса. Как вы помните сначала она сидит на пушке. Орлова не знает что оператор решил подсветить жерло пушки изнутри самым мощным прожектором. Она раскаляется и Орлова сидит словно на сковородке. Александров кричит надо терпеть пленки только на один дубль и Орлова терпит но после съемок ее увозят в больницу. Сильнейший ожог. Здравствуйте для миллионов людей не посвященных в жизнь актерского закулисья Орлова была ангелом воплоте совершенством. Поклонники разумеется не знали как родился этот пленительный образ. Перед началом съемок фильма веселые ребята Александров предлагает Орловой померить несколько париков. брюнетки этот цвет кстати ей идет шатенки тоже неплохо и наконец блондинки Орлова делает все это безоговорочно наконец Александров решает ну все я придумал вы у нас будете светленькой Орлова резко отвечает никогда я темно-русая и меня этот цвет устраивает Александрову все-таки удалось уговорить Орлову перекраситься и она навсегда останется блондинкой и в кино и в жизни не нравится мне этот парик вот не нравится хороший парик натуральный маленький рост 158 сантиметров очень тонкая талия но при этом весьма широкие бедра чтобы скрыть недостатки фигуры актриса уже став знаменитой и по советским меркам очень богатой дамой носила строгие костюмы высокие каблуки и шляпки Любовь Петровна особенно гордилась своей талией звезда утверждала что она у нее самая тонкая в Советском Союзе 43 сантиметра правда измеряла ее только сама хозяйка специальным ремешком в котором была всего лишь одна дырка при этих измерениях никто не присутствовал даже муж так что нам остается поверить в эту красивую легенду Александров умел так снимать Орлову что она казалась выше стройнее ярче чем выглядела в реальной жизни сияющие глаза неотразимая улыбка заграничный врач сделал ей роскошные фарфоровые зубы Александров вылепил из Орловой эталон женской красоты миллионы советских мужчин слали Орловой письма с признаниями в любви она была неким символом неким наградой что ли для для вот этих мужчин которые строили страну воевали с женщинами было сложнее советские психиатры на одной из своих конференций говорили о появлении нового массового отклонения в женской психике эта душевная болезнь тут же получила название синдром Орловой маниакальные желания сотен тысяч женщин во всем походить на своего идола хорошо средняя пухлость сексапил номер 4 шили наряды аля Орлова копировали ее походку пытались петь как она худели чтобы добиться такой же талии этот массовый психоз длился десятки лет и не только в СССР когда фильм вышел в Иране то иранские женщины которые брюнетки они стали краситься они захотели быть такими же блондинками как как Орлова в финале кинокомедии веселые ребята из деревенской простушки Орлова преображается в ослепительную красавицу бальное платье атласный цилиндр советские зрители разумеется не подозревали что этот сияющий образ точная копия героини голливудской актрисы Марлен Дитрих из фильма Голубой ангел но кто тогда в СССР знал об этой немецкой красавице которая сбежала в США после прихода к власть Гитлера следующая картина Александрова цирк и снова цилиндр и как созвучны имена героини Орловой Мэрион Диксон и Марлен Дитрих это моя игра вот и все конечно образ в цилиндре взят с нее но если вы посмотрите хорошенько фильм цирк и увидите объем бедер Любовь Петровна она вам не покажется Марлен Марлен была очень худощавой парадокс но символ советской женщины Григорий Александров слепил с капиталистической кинодивы режиссер боготворил Марлен Дитрих есть версия что у них даже был короткий роман во время поездки Александрова в Америку за несколько лет до его знакомства с Орловой ну посмотрите какое у вас лицо создавая свою собственную звезду он творил ее по образу и подобию чарующей Марлен интересно а знала ли Любовь Петровна о близости мужа с Марлен Дитрих об этом история умалчивает известно лишь что она люто ненавидела соперницу Орлова и Александров несколько раз бывали в Америке и фотографировались вместе с Марлен Дитрих всякий раз когда Любовь Петровна приезжала домой и раскладывала фотографии в семейный альбом она брала ножницы и вырезала Марлен из фотографии Александров даже как-то пошутил в кругу друзей понятно копии не любят своих оригиналов Орлова однажды призналась что своих зрителей она любит а вот актерского братья не очень-то и добавила помолчав только невероятная Раневская в моей душе навсегда Фаина Георгиевна Раневская считала Орлову своей подругой это про нее она написала ни у кого не было такой грации такого легкого веселого шика своего природного такое не могло пропасть однако к этой бочке комплиментов она добавила маленькую ложку дегтя единственная беда Любочки это ее противный голос когда она поет будто кто-то писает в пустое ведро ну и этот пассаж не помешал многолетней дружбе великих актрис всем известно шут Кораневской я хотела бы быть молью в гардеробе Любовь Петровны имеется ввиду что было столько платьев было что сожрать детей Орлова не хотела сделала несколько абортов даже сына Александрова от первого брака с экзотическим именем Дуглас не пускала на порог своего дома только потому что Дуглас влюбился в женщину которая убирала его квартиру он на ней женился причем без всякого уведомления пришел сказал вот я на Галине женился она сказала да что она же она же прислуга с этого момента семьи Дугласа для нее не существовало вообще дети считала она мешают работе и в ответ на бестактные вопросы ловко отшучивалась Любовь Петровна а почему у вас детей то нет и Любовь Петровна отвечала почему нет мой Гриша он иногда заменяет двойню а иногда тройню ей казалось что Григорий Васильевич абсолютно не приспособлен к быту все житейские хлопоты лежали на Любовь Петровне она боялась к примеру что муж в ее отсутствии обязательно пропустит завтрак или обед трапезы в их доме всегда начинались по строгому графику однажды кофе накрыл накрыл на стол и приготовился все это уплетать ошеломленная гостья спросила а что вы готовить умеете Александр уже с набитым ртом ответил да только не дают дают ему это весна ни к чему последняя из пяти музыкальных комедий Александрова и Орловой фильм весна получил приз венецианского кинофестиваля с 47-го года великолепный актерский состав и чарующая музыка Дунаевского песни которые до сих пор исполняют молодые актрисы я все время в ее репертуаре существую если честно не потому что я как-то специально вот ну как-то так получается что я все равно прихожу к материалу который пела она после весны такого громкого успеха в кино у Орловой уже не было со смертью Сталина как-то сразу закончилась эпоха главной кинодивы советского экрана она поступила в актерскую труппу театра имени Моссовета для нее уже не было ролей она не могла играть домохозяйку она не могла играть простую женщину с совоськой единственная и неповторимая кинозвезда недавнего прошлого годами играла в театре две-три второстепенные роли и только одну по-настоящему яркую главный спектакль в котором она блистала на сцене театра Моссовета был Милый лжец где собственно по-моему она играла с Ростиславом Плятом и она была всегда в синтетических париках и мне никогда не будет больше 39 лет ни на один день когда на спектакле Милый лжец Любовь Петровна произносила реплику своей героини миссис Патрик Кэмпбелл и мне никогда не будет больше 39 лет ни на один день зал взрывался аплодисментами на каждом спектакле и аплодисменты относились не к персонажу а к актрисе за ее неувидаемость главной радостью в жизни Орловой были гастроли по стране встречи со зрителями полные залы на ее концертах в провинции благодарные глаза поклонников мы были в Иркутске Красноярске в Омске в Новосибирске и Барнауле я была на целинных землях я видела просто поэзию труда актрисе было уже за 70 когда с ней познакомился молодой кинодраматург Виктор Мережко ходит королева осанка взгляд она это была звезда она понимала что она звезда и она в общем несла себя таким образом тогда не было моды на операции косметические но мы знали что она что-то делает со своим лицом и действительно Любовь Петровна решилась на пластическую операцию но не за границей а в Москве когда Орлова пришла договариваться в только что открывшийся институт красоты об операции хирурги всячески ее отговаривали понятно знаменитость в возрасте в случае неудачи полетят головы актрисе объяснили что операция серьезная под общим наркозом вдруг сердце не выдержит но несмотря на все увещевания она твердо заявила мне требуется лицо женщины немного за 30 и смело легла на стол под скальпель хирурга самой ей тогда уже исполнилось 70 однажды прямо на улице Орлова потеряла сознание на скорой ее отвезли в Кунцевскую больницу и после короткого обследования сделали операцию когда Орлова открыла глаза после наркоза в палату зашел врач и принес лоток все в порядке Любовь Петровна мы удалили из вашего желчного пузыря камни вот они можете взять их на память на самом деле хирург солгал эти камни остались после операции другого человека после этого врач вышел из палаты и тут же позвонил Александрову когда тот услышал новость он был ошеломлен у его жены был неоперабельный рак поджелудочной железы когда Орловой в палате стало совсем не в моготу она позвонила Александрову быстрее приезжайте он примчался буквально за несколько минут до ее смерти Орлова успела только выговорить как вы долго вскоре Александров женился на вдове своего сына Дугласа Галине такой поворот судьбы он не хотел чтобы наследство досталось чужим людям когда режиссер умер все имущество знаменитой Читы квартира в Москве дача во Внуково в конце концов достались внуку режиссера Григорию он быстро распродал дорогую мебель и вещи Орловой и в драгоценности архив деда остальное выбросил на свалку после смерти Любовь Петровны ее гардероб был вынесен на помойку и что его забрали если не бомжи то дворники в конце 70-х московный элитный поселок Внуково стал разрастаться дома здесь появлялись как грибы как-то утром прораб одной из строй шел мимо свалки и вдруг среди кучи мусора он увидел красивое фотоальбом потянул за уголок одной из фотографий и увидел на ней красавицу с золотистыми волосами он сразу узнал в ней любимую актрису народную артисту Советского Союза Любовь Орлова Через год после смерти великой актрисы в 76-м ее имя было присвоено новому океанскому лайнеру красавец-теплоход Любовь Орлова три десятка лет возил туристов по морям и океанам пока новые хозяева Смальты в 12-м году не решили разрезать судно на металлолом в свой последний путь лайнер Любовь Орлова шел по Карибскому морю в Доминиканскую республику И тут случилось непредвиденное Когда теплоход тащили на буксире под нож лопнули тросы И он словно предчувствуя свою близкую смерть мгновенно растворился в тумане С тех пор летучий голландец 21-го века дрейфует по морям и океанам Его ловит береговая охрана судовладельцы да и просто искатели приключений Но все безрезультатно Любовь Орлова продолжает свое путешествие по бескрайним просторам океана В последний раз его видели недалеко от берегов Ирландии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова